Нынешний год, как известно, объявлен годом семьи. В связи с этим большое внимание уделяется поддержке молодых и многодетных семей. Улучшение ситуации – одна из важнейших задач Тверского региона. В законодательном собрании Верхней Волжи состоялся круглый стол, в рамках которого парламентарии из нескольких субъектов обменялись опытом и наработками в сфере демографической политики. Подробности у Анастасии Новичковой. Круглый стол начали с подведения итогов прошлого года в области демографии. В первую очередь это меры социальной поддержки. Предоставление материнского капитала, обеспечение многодетных семей школьной формой, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсация затрат на ремонт зубных протезов для многодетных матерей и субсидии на приобретение автотранспорта, который включает в себя каска и детское кресло. Сегодняшнее общение не только позволит нам подвести итоги того, что уже сделано в нашей стране для поддержки семей с большим количеством детей, многодетных семей, но и поставили какие-то новые цели и задачи, которые впоследствии мы вместе, общество и, соответственно, законодателями воплотим в жизнь. В областном законодательстве также предусмотрены следующие меры поддержки. Это предоставление гражданам, имеющих трех или более детей, земельных участков, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, компенсация в размере 100% за присмотр и уход на третьего ребенка и последующих детей, обеспечение оздоровительного отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами до 6 лет. Задача, по сути дела, которая стояла перед законодательными органами, это, безусловно, что необходимо целенаправление законодательное регулирование в этой сфере, для того, чтобы эффективно влиять на ключевые факты генетологических процессов. Помимо мер поддержки, многодетные семьи также получают региональные награды. Почетные знаки Тверской области, слава матери и слава отца. Присвоение звания «Мать-героиня» и орден «Родительская слава». Все награды сопровождаются единоразовыми или ежемесячными выплатами. В Верхневолге ежегодно проводятся конкурсы для молодых и многодетных семей. Самые масштабные из них — «Семья года» и «Лучшее семейное подворье». В 2023 году, как и на территории других субъектов Российской Федерации, была принята программа по повышению рождаемости на территории Тверской области, которая включает в себя комплекс мероприятий. В Верхневолге создаются все необходимые условия для молодых и многодетных семей. Ведь большая семья — тверская традиция. Именно эту уже устоявшуюся тенденцию планируют развивать депутаты законодательного собрания. В этом году планируется пересмотреть суммы выплат многодетным семьям и создать необходимые условия для их комфортного проживания на территории Тверской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова